Вчера вечером основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин заявил, что наемники захватили здание администрации Бахмута в Донецкой области. Его пресс-служба опубликовала видео, на котором Пригожин в темное время суток рассказывает, что над администрацией города был поднят российский флаг и знамя вагнеровцев. Юридически мы взяли Бахмут и командиры подразделения, которые брали администрацию и весь центральный квартал, понесут и поставят эти знамена. Знамя ЧВК Вагнер. Это эти парни брали Бахмут. Юридически он наш. В западных кварталах остался противник. 2 апреля 23.00. Следует отметить, что тяжелые бои за Бахмут продолжаются с лета 2022. Еще в середине марта Пригожин утверждал, что его наемники контролируют около 70% города. Формулировка взят юридически применяется Евгением Пригожиным впервые. Особенно странно это звучит, когда сам главарь наемников признает присутствие украинских войск в черте города. В ВСУ к заявлению Пригожина отнеслись скептические, заявив, что, цитата, он поднял какую-то тряпку над каким-то туалетом. Тем не менее, факт установки флагов на здание горсовета подтвердил украинский проект Deep State, который геолоцировал это место. Главарь боевиков ЧВК Вагнер возле здания горсовета Бахмута. Геолокация была установлена за счет конфигурации окон, кондиционера и утепления, которые есть в здании к югу от горсовета. Интересная деталь. Похоже, что здание горсовета полностью уничтожено. Сами военные комментируют заявление Евгения Пригожина с улыбкой. Так, командир подразделения разведчиков Терра Николай Волохов считает, что снять видеорепортаж возле горсовета с увешиванием флагов и контролировать город – два разных процесса. По Пригожину я процитую своего товарища, который сейчас там безусловно находится, командиром группы, с позивным «Француз». Он сегодня так хорошо сказал, что Пригожин говорит, что они захопили Артемовск. Что, может, Артемовск они какие-то захопили, а он Бахмут стоит, и Бахмут они не захопили. А юридично захопили, я не знаю, может, они там закон приняли, они там законы приняли, они, кажется, и Запорожья область относятся до Российской Федерации. Хай принимают, что хотят. Абсолютно нет ничего общего с реальностью. В Дип-стейт также считают, что даже утрата центра не будет означать утрату всего Бахмута. Там напоминают, наибольшая жилая площадь как раз на западе города. Кроме того, как считают аналитики проекта, защита центра города является сложной задачей, поскольку давление происходит с разных сторон, а речка Бахмутовка стала легкой задачей для форсирования из-за того, что не была взорвана дамба. С Дип-стейт согласен и военный эксперт Дмитрий Снегирев. Атакуют одновременно с трех сторон. Причем попытки взять под контроль основные логистические трассы – это Бахмут-Солидар-Часовьяр, Бахмут-Часовьяр и Бахмут-Константиновка, они не прекращаются. Это основные усилия оккупационных войск, которые направлены на то, чтобы создать так называемое оперативное окружение. Что такое оперативное окружение – это контроль как раз за трассами ЦНАБ-ЖЕНИЯ. Комментируя заявление Пригожина, аналитик отмечает, ничего нового в том, что бои идут в самом центре города нет, а приравнивание взятия местной администрации ко взятию всего населенного пункта он называет лукавством. Сейчас основные бои – это улица Центральная, аллея Троянд и улица Першина. Это район как раз госадминистрации. Говорить о том, что заявления Пригожина о взятии Бахмута в соответствии с действительностью – нет. Абсолютно. Но ничего не сказал о том, что идут бои именно в центральной части города, было известно и без видеообращения Пригожина. Но говорить о том, что установка флага от ЧВК «Вагнер», либо какие-то видеосъемки на фоне административных зданий свидетельствуют о захвате всего города – нет. Говорить о том, что порядка 40% территории Бахмута контролируется вооруженными силами Украины. Более того, эксперт отмечает успешный характер контратак ВСУ в этом районе. На флангах россиянам не удается прорваться и окружить город. В самом Бахмуте силы обороны устраивают им ловушки. По территории предприятия с переработки цветных металлов, более известных как «Озом», был нанесен удар с использованием оперативно-тактического комплекса «Точка-У». И причем жертвы среди ЧВК «Вагнер» довольно серьезные. Кроме того, Снегирев подчеркивает, тактика ВСУ в Бахмуте изменилась. По его словам, подразделения спецназначения успешно подрывают здания во время продвижения так называемых штурмовых групп россиян. Подходит группа и в этот момент дистанционный взрыв, который приводит к ликвидации достаточного количества участников незаконной сбройной формирования. Причем речь идет о том, что штурмовая группа за разными оценками может насчитывать от 20 до 40 человек. Ценой огромных потерь россияне смогли добиться незначительного продвижения. Учитывая это, по словам Снегирева, наемники тоже меняют тактику. Теперь они пытаются действовать пятью-семью группами одновременно. Таким образом, оккупанты пытаются взять не какое-то здание конкретно, а определенную улицу и микрорайон. Кроме того, военный эксперт считает, что жалобы Евгения Пригожина о дефиците снарядов у ЧВК – это очередная уловка противника. Очень высокая плотность артиллерийского огня и средства РСЗВ – реактивного залпового огня. Плюс используют неконвенционное оружие, но в условиях городского боя оно запрещено. Это ТОС-1А «Санцепек» и система дистанционного разминирования УР-77, более известная как «Змей Горыныч», либо УР-07 «Пересортица». То есть там эффект взрыва объемного, который приводит к тотальному разрушению городской постройки, ну и, к сожалению, фактом гибели мирного населения. Украинский защитник отмечает, бои в городе идут непрерывно. РФ бросает сюда все человеческие ресурсы, как профессионалов, так и вчерашних гражданских, зэков и мобиков, у которых не всегда есть боевой опыт. Росіяни кидают очень большую количество своего человеческого ресурса, у них есть купа мяса, языки, прочий інший непотреб. Но и не только. Такой вот цікавый факт можно и навести, что у меня товарищи стояли на линее певничнее от Бахмата, скажем так, и до них ишли росіяни, они их перебили. И потом, когда действовали документы, то выявилось, что это вчители. Тем не менее, по словам Николая Волохова, ВСУ будут защищать его до тех пор, пока это будет возможно. В противном случае подобная участь ждет близлежащие города, такие как Константиновка, Краматорск и Славянск. В самом городе Бахмут идут очень тяжкие бои. Росіяни, 20 лет. Я, честно, когда слышу эту статистику, я всегда смешиваюсь. Ну, мабуть, действительно, на каком-то уровне командном это все рахуется, там пишутся донесения, сколько так отбили. Но, на самом деле, там бой не просто не прекращается. Продолжение следует...